Давайте приветствовать Сергея Слоняна, ведущего программ канала Ходорковский Лайв. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, рад вас видеть. Взаимно. Сергей, Такер Калсон, известный вам скандальный американский журналист, во время ведущий телеканала Fox News, сейчас в свободном плавании, постящий свои видео в Твиттере или Экс, как он сейчас называется, может взять интервью Путина. Согласно изданию Bloomberg, в разговоре с журналистами он не стал отрицать такую возможность. Давайте услышим. Что вы делаете в России? Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть, как все устроено. Может быть взять интервью у Путина? Ваш визит в Москву сорвал медиа США. Я не знаю. Они сумасшедшие. Реально сумасшедшие. Сергей, ну опять-таки, Карлсон ушел с Fox News еще в апреле 23-го года, после чего запустил в Экс свое шоу. Неоднократно был замечен на распространении лжи и российской пропаганды по поводу Украины. Например, Карлсон, как вы помните, обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС. Сергей, у вас есть какие-то сомнения по поводу миссии Карлсона? Карлсона, могла ли она быть организована именно Кремлем? Если да, то кому оно больше нужно? Карлсону или Путину, если оно таки состоится? Америка — это самая главная оскомина в улыбке России. Америка — это страна номер один на планете Земля. И Путин, как человек ущербный, невероятно завистливый, он очень переживает по поводу Америки, ее всесилия. И если говорят, например, в толпе «русский», то это не вызывает точно такого жаротажа, когда крикнут «смотри, американец». И вот зависть к Америке, собственно, она и породила манию величия Путина, когда ему очень хочется... Меня зовут Алексей, не нравится. Для него чрезвычайно важно, что он, наконец-то, сильнее, чем Америка. У него это не очень получается, но сейчас, когда он напал на Украину, все-таки это война Путина, а не война России, это война Путина с Украиной, он привлек себе максимум внимания ровно настолько, что теперь он уже где-то, наверное, равный с Америкой по рангу. По крайней мере, он такой же величественный, такой же судьбоносный для планеты Земля. И вот теперь, если вдруг состоится какое бы то ни было интервью, неважно, какой знак качества стоит на американце. Американец — это, поскольку главный человек на Земле, а уж в России это повод для присмокания, вылизывания его импортного ботинка, появление американца на крыльце президентской администрации или, например, президентской резиденции Путина — это лучшее, что может произойти в жизни такого завистливого и несостоятельного человека, как Путин. И когда у Путина американец берет интервью, это говорит о том, что «а вот гляньте на меня, вы посмотрите, какой я великий Путин, потому что аж прямо американец у меня берет интервью». Комплекс неполноценности перед Америкой, он настолько всеобъемлющий, он настолько является частью государственной политики, что мы помним, американская жвачка уж была-то, будь здоров, каким предметом вожделения. Американские джинсы — это, считай, у тебя биография удалась. Американский автомобиль рядом просто постоять, пофотографироваться — это уже повод для того, чтобы быть выгодным женихом, потому что, гляньте, он рядом с Америкой где-то был. Журнал «Америка» по подписке ограниченный, если его кто-то где-то получал, это тебя сразу выдвигало на уровне одноклассников или однокрупников в университете в элиту, потому что ты журнал «Америка» в руках держал. И вот на пороге появляется американец. Неважно, насколько он с точки зрения самой Америки, убогий, третий сорты, отовсюду изгнанный, недостоверный, нечестный и неинтересный. В России у него совершенно другой уровень котировок. И мы же недавно совершенно не случайно вспоминали семью Лакшиных и мальчика Лакшина, выросшего в серьезного режиссера, снявшего фильм «Мастера Маргарита». И забыли эту историю? Я очень хорошо помню, как семья эмигрировала. Живые американцы в СССР приехали. Это было главное событие на несколько лет. Настоящий, живой, породистый американец. Вы что, он приехал? Он в России живет, в Советском Союзе. Вот он. Неважно, насколько хороший Советский Союз, но это же породистый американец. А у него потом сыночек, смотрите, как отплатил. И если вдруг изгнанный из Fox News, кто в России узнает о том, что его откуда-то выгнали? Почему так популярен был Познер? Он что, самый умный? Нет. Познер самый честный? Нет. Познер самый интересный? Нет. Познер самый иностранный? Познер — это человек, у которого количество паспортов такое, что ФСБ не успевают напечатать для своих агентов столько. Это он и француз, он и американец. Только за это ему открылась дверь, и ему дали возможность войти в телевидение и там остаться. И теперь неважно, какой американец, но это, знаете ли, американский американец. И он у Путина берет интервью. Сдайся враг, замри и ляг. Вот и все. Неважно, что он будет спрашивать, неважно, какие выводы он сделает, неважно, что в принципе он расскажет. Но он будет вылезен, ублажен, предъявлен и после этого опубликован. Вы говорите по этому отношению, по добо страсти перед американцами, еще, знаете, времена поздней перестройки, группа комбинации «Америка» — «Американ бой», «Уеду с тобой», «Уеду с тобой», «Москва, прощай». Вы помните ту вещь. Сергей, а вот тем не менее, так как Расселин называется, как один возможный кандидат в вице-президенты, который будет идти вместе с Трампом. И Трамп не исключил такой возможности. Два просто твиттера вам сейчас приведу, то, что сейчас, комментарий по поводу того, что происходит в Конгрессе. Андерс Асланд, известный шведский экономист, владеющий русским языком, часто приезжающий в Украину, пишет, что каждый день, я перевожу его с английского языка в оригинале, он написал этот пост в твиттере, каждый день, что республиканцы блокируют помощь Украине, становится все более ясно, что республиканцы работают на Кремль, аль не на США. И Майкл Макфол, это бывший посол США в России, говорит, что если спикер Джонсон продолжает и продолжит блокировать голосование по помощи Украины, его политическое наследие будет, как американца, который потерял Украину, историки будут сравнивать его с Невилом Чемберленом, и призвал спикера сделать, пока не поздно, правильно. Do the right thing, что он как называет. Как вообще, вот наблюдая ситуацию за океаном, как вы видите вообще эту всю обструкцию со стороны республиканцев? И вот явно такое вот, уже первые ростки, вот мы видим на примере этого визита Карлсона, заигрывание с Россией. Может быть, идут какие-то сепаратные переговоры, как будет все обстоять дело с приходом к власти Трампа, и может быть, Путин успел пообещать ребятам Трампа, что вот мы сразу же пойдем на попятную, мы сможем договориться, и ты сможешь взять лавры миротворца. Со стороны всегда кажется, будто бы, если Россия, например, она сейчас изгой всемирная, ведет войну, это как минимум ограничивает ее в контактах. Ничего подобного. Все разведки мира всегда взаимодействуют, и иранская разведка с американской разведкой, и французская с сирийской, и российская с какой угодно, и с северокорейской, и с американской, всегда есть договоренности, всегда есть контакты, всегда есть определенная работа. Она агентурная, она по обману, по сливу, по выведыванию, а также по взаимодействию, для того, чтобы наладить какие-то очень серьезные, перспективные, в том числе, политические шаги. Ну, в конце концов, все разведки мира во всем мире охотно торгуют наркотиками и позволяют там бортом номер один, в сопровождении там подводки номер один и авианосца номер один, этот груз сопроводить таким образом, чтобы все на этом заработали. И американцы охотно торговали наркотиками по всему миру и продолжают этим, и ФСБ с большим удовольствием торгует наркотиками по всему миру, и все прекрасно знают, кого можно трогать, кого нельзя, и взаимодействуют из серии «Джон». Сегодня Иван везет пять контейнеров с опиумом, пожалуйста, там, прими на границе. И, конечно же, идут обязательно контакты на уровне договоренности по будущей конфигурации политического ландшафта. И та неприглядная игра, когда сейчас Америка вдруг начинает тормозить помощь Украине, говорит о том, что выгода в данном случае смахнет Украину совершенно легко с игрового стола, и никто, учитывая, какие преференции лично для него, лично, это не для Америки, лично для себя будут иметь выигравшие бенефициары этого процесса, понятно, что они растопчут и Украину, и у кого угодно. И если их на полпути кто-то поддерживает, ну вот ты, предположим, придумал, что тебе надо в Белый дом, у тебя должна быть компания, ты должен своего кандидата так или иначе красиво представить, ты должен побороть конкурентов, ты должен решить вопрос легитимностью выборов, тебе нужно с голосами что-то делать. И в этот момент к тебе приходит, условно говоря, вражеская разведка и говорит, знаешь что, во-первых, мы тоже достаточно влиятельные, потому что мы до тебя закупили здесь пятерых конгрессменов и огромное количество других сопутствующих людей на выгодных должностях. Во-вторых, у нас есть деньги, которые тебе, естественно, нужны, давай, давай-ка мы сейчас определим, как мы поможем тебе теперь, а ты нам поможешь потом. Такие разговоры ведутся всегда между всеми. Причем иногда это бывает на уровне воли, когда дается приказ договориться. Иногда это бывает просто, знаете, такая клеющая оперативная работа на всякий случай. Потому что не всегда ставится задача. Тем более в России не бывает так, что ты где-то находишь в архивах документов, в котором написано, там, сегодня поставление номер 638 купить американского президента. Такого документа не будет никогда. Но в какой-то момент где-то поднимается бровь, и какой-то большой начальник с тремя генеральскими звездами говорит, так, мне, пожалуйста, начальника отдела. Приходит начальник отдела с одной генеральской звездой и говорит, Иван Иванович, что там у нас по Америке? Говорит, у нас все хорошо по Америке. Нам бы сейчас бы вот главного прокурора нашего сделаем, у нас на эту тему есть разработка. Потому что на эту тему действительно есть какая-то разработка. И даже если ее нет, то мы знаем, у нас там есть к кому пойти. И вот этот мир устроен так. И поэтому пока есть прямое противостояние, пока есть война, пока льется кровь, пока убивают украинцев. Параллельно 25 разных конфигураций. Сдать Украину, не сдать Украину. Победить Украину, не победить Украину. Не дать проиграть Украине, дать проиграть Украине. Победить Россию, не победить Россию, а заодно всяким Кореям, Венесуэлам и прочим странам. И вот сейчас, конечно же, перед выборами, потихонечку мы начинаем догадываться о том, что вот эта некрасивая игра, она не может быть инициативой одной стороны. Это командное явление, и поэтому если вдруг в Америке вот так, то, скорее всего, и в России тоже как-то. Да, конечно, во все времена. Причем вот на сегодняшний день Европа, она заблокировала Россию. 12 пакетов санкций с Россией, никто не ведет к торгово-экономических отношениям. Но при этом Германия является главным плательщиком за русские торгоносители и продолжает поддерживать Путина войну. И по миллиарду в день-то Путин получает от Германии, от Голландии, от Европы. И поэтому, с одной стороны, декларирует, да, конечно, мы сейчас и Леопарда дадим, и Ф-16 прилетят, и Абрамсы будут, и в конце концов мы поддержим. Ничего подобного вы не поддержите, потому что мы уязвимы, потому что мы зависимы. А при этом идет еще огромное количество других стандартных повседневных дел, когда закрыта Европа. И, например, на российских номерах по Европе, особенно по близлежащей Европе, в странах Балтии, по Германии ездить нельзя. Германия с лета прошлого года арестовывала автомобили частных лиц, когда человек ехал на своем Вольсвагене, а у него были московские номера, его за это посажали в тюрьму и возбуждали уголовное дело, потому что это что-то там нарушает из пакета санкций. Это вранье, но это кому потакание? Это как раз игра на Путина. То есть Германия в открытую выступает структурой, государством, которые против путинской оппозиции и путинских оппозиционеров, которые едут по Германии на российских номерах, арестовывают и сажают в тюрьму. И потом для того, чтобы их оттуда выкупить, приходится обращаться к членам Бундестага. Это очень серьезная политическая игра. Германия в данном случае в открытую кого поддерживает? Она поддерживает открытую Путина, при том, что она же за Украину, она же против войны. А в это же самое время транзит нелегальный через Европу. Европа закрыта, граница закрыта. Российские товары не поступают в Европу, европейские товары не поступают в Россию. А при этом контрабанда идет через государственные границы Евросоюза, и европейские фирмы помогают оборонному комплексу России. А Россия покупает все, что угодно. И таможня, по некоторым данным, отчиталась о закупках на миллиард долларов, микросхем, чипов и электронике двойного назначения, которая поступила через таможню для того, чтобы превратиться в эскандеры, для того, чтобы превратиться в смертоносное оружие, убивающее украинцев. А это пришло откуда? Это где было закуплено в Иране? Да было не в Иране закуплено. И поэтому, конечно же, мир, он двулечен, он не имеет совести, и у них есть выгода. Но это выгода, как правило, не государственного уровня, это выгода отдельных людей. И когда стоит задача оказаться наверху, например, выиграть президентские выборы, ну и что, что от этого проиграет Америка? Ну и что, что от этого погибнет Украина? Ну и что, что от этого укрепится Россия, которая после этого, получив силы и поддержку, дотопчет всю остальную Европу, уничтожит уже страны Балтии, сотрет с лица земли Польшу, вторгнется танками в Германию. Ну и что? Что то я буду президентом, я буду вице-президентом, у меня будет должность, у меня будет стол, у меня будет красивая заплата, у меня будет шикарная резидентная карточка. Ну и что? Мир выглядит так. Увы, да, Сергей, ну, важная тема, продолжаем следить за компанией Надеждина, не только мы, в ЕС также следят за компанией Бориса Надеждина, и европейские политики оценили очереди в его поддержку, как акции против войны, и не исключает вообще уличных протестов. Пишет проект «Можем объяснить». Уличных протестов после победы без Надеждина, то есть имеется в виду исключение его, собственно, недопуска его до выборов. Собственно, уже есть информация о том, что 15% его подписей в его пользу были забракованы, при этом, что допускается только 5% таких бракованных подписей. Совет руководителя Офиса президента Украины Подоляк Михаил заявил в эфире телеканала «Фридом», что очереди желающих расписаться за кандидатом Надеждина внушают надежду, что в России не все пропало и прогнило. Ну, опять-таки, согласитесь ли вы с такой оценкой? И если это действительно так, ну, можно ли предположить, что почти 100% Надеждин не будет допущен до процесса? За границей всегда ошибаюсь по поводу России, она готова интерпретировать это со своей колокольни. За границей в принципе не понимает, что такое Россия, как она устроена, кто такие русские люди, и как в этом обществе живут и выживают. Поэтому, когда вдруг кто-то где-то увидел очередь в пользу некого кандидата, то они сразу интерпретировали это как активную жизненную позицию и, в принципе, не умерший, не погибший, не растоптанный политический процесс. Это самообман. Никакого процесса нет, но есть люди, которые действительно не согласны, и Подоляк абсолютно точно говорит, что да, вот это обнадеживает, потому что в стране, несмотря на то, что абсолютно полностью лунный ландшафт какого бы то ни было сопротивления, и все сидят по тюрьмам, тем не менее постоянно где-то прорываются, то какие-то там жены мобилизованных, то люди в пользу Надеждына, то Хабаровск, то Башкирия. Так или иначе, люди все-таки не согласны быть безропотными, а власти самое главное условие, чтобы все молчали. Ненавидите? Ну молча. Подоляк прав. В этой стране не все потеряно, потому что если этих людей организовать, а они уже иногда даже сами готовы организоваться, то может получиться какой-то толк. Другое дело, что им никто этого не даст. В отношении Надеждына у него очень хорошая фамилия, и это как раз позволяет людям фантазировать и допридумывать его биографию. У Надеждына есть важная особенность его биографии. Он в политике с 91-го года. С политики с 91-го года по 24-й – это абсолютный ноль. С Надеждином не связано ничего. Он за всю свою жизнь, где он такой солидный, хороший, добрый, говорящий правильные слова, и сделал вообще ничего. Надеждин не известен вообще ничем. Он никогда, никто, нигде, ни при каких обстоятельствах. Он где-то кто-то как-то. У него самый главный актив – это его фамилия. Больше ничего. Кто-нибудь может вспомнить, что Надеждин где-то когда-то, он постоянно был с СПСом, он был всегда где-то с идеей приличных людей. Что такое Надеждин? Ты хоть что-нибудь сказал за всю свою жизнь? Ты хоть что-нибудь сделал? Ты где-то был замечен хоть каким-то поступком? Поэтому, когда вдруг Надеждина заявили в эти списки, его кто заявил? Откуда взялся Надеждин, в принципе, в избирательных бюллетенях? Вообще, как кандидат. Да никто так и не понял, откуда. Ну, откуда кто-то его написал? Там было еще несколько фамилий, которые уже, оказывается, сошли с дистанции, а мы даже не успели, не то что выучить, привыкнуть к существованию этих фамилий. Бабурин какой-то, кто это? Такой же точно политик. Он тоже 30 лет в политике, полный ноль, ничего с ним не связано. И там этот самый Слуцкий, который никогда в жизни не выбирался, никаким образом никуда, он всю жизнь шел по партийным спискам. Ну, Слуцкий отличается, ну, некими действительно поступками. Это все-таки человек, про которого ни одного доброго слова сказать нельзя. Про Слуцкого понятно, насколько он плох. Про остальных непонятно. Вот есть Надеждин. Надеждин — это не кандидат в президенты. Надеждин — это алиби Путина, объясняющее легитимность своих выборов. В этом отношении играть в Надеждина можно ровно до тех пор, пока не заиграются. Если не заиграются до второго тура, значит, его допустят до второго тура, и тогда всему миру будет понятно, что в России действительно выборы, действительно в России это независимый кандидат. И вот так получилось, полпроцента его не хватило. Ах, какая жалость. Ну, значит, действительно, народ одумался и сказал, нет, все-таки Путин. Значит, в России все безнадежно, потому что Россия легально, реально, на сто процентов самостоятельно выбрала Путина. Ну, значит, Россию можно в таком случае ядерными бомбами уже точно ровнять в ноль, потому что она безнадежна. Хотя мы видим, что это не так. Но Надеждин — это никто. С Надеждином не связано ничего. И у Надеждина любые цифры и любые результаты — это те, которые ему разрешат. Вот сейчас ему скажут там, у вас один процент недостаточных подписей. Или сто процентов. Это не зависит от подписи, это не зависит от Надеждина. Это зависит от дирижера, управляющего процессом. Надеждин — никто. Надеждин — это обман. Те люди, которые сейчас стояли в очередях за Надеждина, записаны, запротоколированы, идентифицированы. Через несколько лет они будут расстреляны. За то, что когда-то в давней своей жизни, в каком-то забытом уже 24-м году, они поставили подписи за Надеждина. Сейчас это не преступление, но история Советского Союза говорит о том, что преступлением потом состояние абсурда, а страна идет по эскалации абсурда, становится любое действие. Эти люди обязательно, в 100 случаях из 100, будут подвергнуты репрессиям за то, что они обманулись фамилией Надеждин. Да, будут расстрельны. Смелое предсказание, но действительно, по логике вещей, к этому все и идет. Сергей, также последняя уже тема. Я хотел взять с вами, так называемую охоту на россиян с иностранным видом на жительство. МВД, собственно, сейчас занято этой охотой. Есть информация о том, что было составлено более 4,5 тысяч административных протоколов против россиян, которые не уведомляли о наличии второго гражданства или в виде на жительство иностранного государства. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. За первые полгода, 23-го года в России, было зафиксировано 13 преступлений из-за отказа от подачи уведомления о наличии гражданства или подданства иностранного государства. Ну и, конечно же, не забываем, в целом сейчас обсуждаются разные варианты того, как достать критиков из-за рубежа. То есть даже есть угрозы принятия закона. Судя по всему законопроект уже был подан. О конфискации недвижимости и вообще всех активов в России тех, которые живут за пределами ее и критикуют мудрое, собственно, российское правительство. Мы помним, что история советского государства, а именно советского, это грабь награбленная и постоянно то барские усадьбы, приватизация заводов, национализация банков, любых активов. То есть советская власть – это власть убогих грабителей. Сталин политиком стал позже в ссылке, а начинал он как обычный гопник. Он занимался тем, что грабил инкассаторов. После того, как попался, и учитывая, что оказался в Труханском крае, а там было очень голодно, а политических так или иначе другие политические с волей поддерживали, то его как уголовника не поддерживал никто. А если ты сейчас как-то так или иначе привык КПБ, то вот тебе пайка. Просто за сам факт того, что ты политический. Собственно, так политиком стал Сталин. А так он обычный гопник. И вся советская власть, она стоит на том, что она постоянно делит, отбирает и грабит. И при советской власти, начиная с 22-го года, Уголовный кодекс РФСР 22-го года, там было огромное количество уголовных статей, например, расстрел с конфискацией имущества. В обязательном порядке конфискация имущества. Потому что советская власть, она голодная. Это власть голодных любых педагогов. И они обязательно делят чужое имущество. Сейчас Россия современная вернулась опять к ситуации Советского Союза, когда имущество превыше всего. Мы помним у Солженицына, сколько раз были описаны им, и у разгона, опять-таки, тоже были описаны эти эпизоды, когда люди писали доносы на соседа, потому что нравилась мебель, нравился ковер, нравилось кресло. И после того, как соседа арестовали и расстреливали, мебель поступала в закрытую комиссионку для работников НКВД, и соседская жена спокойно могла купить ковер расстрелянных ее соседей, потому что этот ковер как раз и был основанием для доноса. Советская власть так устроена, советские люди так устроены, поэтому отбирать имущество, конечно же, будут. И МВД сейчас в своей деятельности, во что бы то ни стало, составляет списки людей под наказание, под конфискацию, под репрессии. Руки короткие, но это не значит, что они короткие везде, учитывая проникаемость границ, уж если сейчас через европейско-российскую границу контрабанда проходит совершенно бесконтрольно, то сгонять за каким-нибудь иноагентом, убить его или вывезти его обратно в Россию, и показать, то судить, и после этого убить. Это абсолютно нормальная работа, с которой Россия справится, а Европа, естественно, это проспит, тем более, что, ну, подумайте, какого-то русского украли. Это русские дела, пусть с ними разбираются. Англичане, собственно, так и выдали всех казаков под расстрел и растяжение Сталина, потому что, ну, это какие-то русские, кто же будет разбираться? Все русские одинаково плохие. И репрессивная система, конечно же, набирает обороты, и если МВД за это взялось, то оно не остановится, потому что команды отбой не будет до момента, пока не помрет, товарищ Путин. Поэтому и иноагентов, и имущество, и двойное гражданство в НЖ, они являются поводом для того, чтобы человека репрессировать, поскольку он во что бы то ни стало становится уязвимым и должен поделиться своим имуществом. И вообще, что это он там себе позволяет в то время, когда мы здесь? Советская власть — это власть завистливых гопников. И она не простит никому возможность быть другим. У нас, кстати, буквально пару минут, очень быстро, Сергей. Вот эта, знаете, история с Твиксом, с этим котом, уже выпилась на странице газеты New York Times, где обозначается, что больше два из трех россиян, вообще, вот, смотрите, статья, знакомы с этой историей и так далее. У меня было недавно, вот я был в ходе визита в Лондоне, встречался с Евгением Чичваркиным, который сказал, что в него вселяет оптимизм, как россияне проявили солидарность и начали дружно проливать слезы по поводу того, как околел, умер от заморожения этот кот. Я не знаю, насколько можно, насколько я готов делить вот такую надежду и оптимизм Евгения Чичваркина. Вот в газете, в этой статье обозначается, что российскому правительству вообще очень на руку сейчас такое отвлечение от всех бед, от возрастания цен, от продолжающейся кровавой войны и всего прочего. Как вы видите эту ситуацию? Зачем понадобился людям интернет? Люди никто, а здесь хотя бы они могут быть выслужены. Почему люди так любят Твиттер, почему они так любят свои аккаунты, почему они так дорожат Инстаграмом, Фейсбуком и так далее? Потому что там он хоть кто-то. И вот когда в России разрешили, например, оплакивать кота, в людях точно так же сработал именно вот этот триггер. Посмотрите, мы общество, мы все сердобольные, нам действительно жалко этого кота. До того Россия, например, точно так же сплоченно голосовала за название аэродромов. Была проведена кампания, давайте мы аэропортам в России дадим название. Там Александра Сергеевича Пушкина, Льва Толстого. И люди рубились, и там полгода, и потом международные жюри, там комиссия собирали, голосовали, и какие-то дикие были названия у затрапезных аэродромов, про которые никто и не знает. А потом, когда приказали три дня на пеньке за президента, все молча щелкнули каблуками и сказали, не, ну это же не аэропорту выбирать название, когда всей страной полгода клокотали друг другу, чубы драли, потому что нужно было доказать, что этот аэропорт должен быть имени Льва Толстого. Это же президент, это три дня действительно мы просто исполним. И здесь позволили, открыли клапан и сказали, а котика жалко, а котика действительно жалко, а проводница обычная советская, обычная русская тетка, которой, конечно же, не жалко, которая, в принципе, и не думает ни о чем. У нее есть функция, кот лишний, она его выкинула, а теперь вот по поводу войны с Украиной никто не голосил так, масштабные серии, давайте прекратим войну, по поводу наказания этой тетки проводницы все заголосили из серии во что бы то ни стало ее уволить, доказать и так далее, потому что позволили. Наверное, это внушает какой-то оптимизм. Когда этим людям позволяют быть самими собой, иногда выясняется, что они не плохие. Спасибо большое, как всегда. Безумно интересно с вами было беседовать, друзья, ведущий программ канала «Кадарковский лайф» Сергей Асланян. Дякую, пану Сергею. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok